всем привет у нас сегодня солнышко совез прицеп навоза 120 рублей в копилочку вот сливая водичку чтоб не замерзла вот так вот зарабатываются денежки ездил на тракторе блин с непривычки так страшно короче капец надо проверить форсунки потому что вроде как одна подстукивает когда едешь ну особенно холодную на горячую то не так слышно в общем надо будет одну форсунку где-то проверить методом тыка привез забор остального весь домой разбираю завтра буду складывать на поддоны аккуратно с машины так пока ничего не сделал как бы так вроде там сейчас должны позвонить еще прицепчик навоза там короче прошла шла жара нашел электро счетчик такой как мне нужен всего лишь за 200 рублей наверное надо съездить будет забрать его на днях в лельчицах вот так что все здесь двигается с мертвой точки как человек говорит меньше ныть надо но иногда просто приходит такая стадия поныть как бы так зимой обычно когда меньше работы много мыслей в голове как бы можно и поныть но если беларусы ныть перестанут тогда что это будет со стороной вообще такое но да буся опять ты пришла в кадр постоянно будешь в кадре больше всех остальных пошли другим коровам подойдем это подходит вечно к нам маруська иди сюда бычок наш бакс ездил короче корешу а у нее такие приколы я не знаю почему я это все не заснял но там такие прикольчики бакс иди сюда я тебя почухаю там мой красавец бычок короче он все купил бычка джерси там за три тысячи рублей типа годовалого а он меньше чем мой и вряд ли он особо там вырастет поэтому я не знаю что это такое но покупил для покрытия но не знаю что там как будет конечно надеюсь у него все будет хорошо все-таки человек опять детей ему нужнее в разы чем не как бы вот маруська парочка родит у нас первое так что сами роды я показывать не буду это там зрелище не для слабонервных но теленка вами обязательно покажу если с ним будет все хорошо вот а так съездил цилиндр меня плывет очень сильно видно жестко это короче еле поднял надо в гидравлик удалить масло и как раз там покупал 10 g2 по дешевочке долить литров 5 и все курочки несутся дрова возятся начал разбирать там это уже завтра может послезавтра покажу начал разбирать колеса сты 40 они мне по диаметру подходят они вот такого же диаметра на мою ту ось которую я вам там показывал вам которыми с кругом круг отрежу и буду делать себе бытовку потому что ну многие не понимают что такое взять переехать чистое поле кстати сейчас включу водичку коровам и покажу вам кое-что сделал для мобильного дельного аппарата одну вещь на днях буду делать станину все остальное буду вам показывать что и как такой вопрос актуальны потому что может банально свет пропасть пропал свет генераторы туфта честно говоря но он тоже нужен не отрицаю важности генератора в хозяйстве но пока генератор не моё не мой вариант потому что если я и буду покупать я буду покупать промышленный который будет не давать 380 они такое вот это вот китайская поэтому поэтому вот так сейчас покажу в машине лежит вчера мне сделал токарь обошлось мне это 50 белорусских рублей то есть почти задарма и вы итогом не это все обходится 50 рублей вся муфта можно сказать муфта сцепление центробежного вала потому что на этом вот эта часть которую мне дали бесплатно подогнали короче вот эта та часть которую мне выточен видите тут диаметр двадцатка вот не этом говорят закалили там металл суперкласс и вот зубцы покажу вам принцип работы чтобы вы понимали то есть смотрите она став вставляется вот так да и между ними становится резинка вот так вот в каждую эту паз становится резинка вот это становится к мотоблоку вот это становится на насос ввн-70 вот так она вместе соединяется через резиночки и мотоблок крутит насос все все элементарно и просто так меньше биение центрация будет не нормально то есть выставляем по уровню на станину все так и выставляем на уровне и все и вот наше сцепление между двумя двигателями и отказался от шкивов потому что шкивает вы это дополнительная нагрузка плюс надо покупать ремни надо заказывать шкив по цене вот этой штуки то есть ну это геморрой дорого-богато это не мой вариант но это попроще американский русский подход попроще работала чтобы главное и четко все было то есть простота залог успеха вообще по всей жизни кто сильно много заморачивается тот имеет большие проблемы со здоровьем частности с головой так что все вроде у нас хорошо жизнь налаживается вроде как коровы мне кстати не захотели продавать представляете заехал в местный колхоз а мне не хотят корову продавать ну как заехал мне позвонили говорят купи силос его и продать корову куплю силос это нет ну тогда и нет так нет как бы чё уж тут она нет и суда нет нашел где одолжить на корову на полгода деньги ну блин не продали ну и ладно как бы меня мой сейчас надо и устраивает пока временно да а на весну ну нет так поеду дальше искать то есть я пока так минимально два колхоза позвонил через знакомых там которые там работают вот чтобы ну это более конкретно чем ехать куда-то там что-то там и плюс эти колхозы максимально близко ко мне то есть я могу спокойно ездить выбирать животных хорошо это делать не спеша не суетясь потому что очень важно выбрать качественных животных это залог успеха выбрать хорошие качественное поголовье белочка детон поцарапалась бонечка он тоже красоточка у нас беленькая короче у нас зоопарк курочки и собаки и готы коровы свиней не хватает каких-то лошадей очень сильно хочу себе лошадь понимаю что пока это непрактично невыгодно надо вкладывать в коров но хочется катался бы верхом пастил бы коровок кайфовал бы от жизни короче посадил бы жену на коня на конную косилку да пусть бы косила такие дурацкие идеи к так что все готовимся к переезду нам до конца марта я думаю надо свалить отсюда никто не понимает как то что это происходит там от фраз там волки поедят до фраз а как ты будешь сюда приезжать к жене к детям короче есть мне недалеко здесь пример люди летом едут всей семьей работают и живут в деревне все нет никаких проблем то есть просто надо принять этот факт что ты едешь деревню и ехать просто работать все отрабатываешь сезон на зимой опять сюда привезу но на следующую зиму оставлю там может уже смогу нанять работника на постоянку и будет смотреть за моими коровами плюс буду ездить может через день может каждый день может там недвижку какую приобрету то есть как то так так что всем спасибо кто смотрит кто ставит лайки подписывается может наберем тыщенку нашу эту да будем кайфовать короче проекту на самоокупаемости начнет youtube приносить деньги начнем к оборудование покупать как бы мне денег от youtube а не надо на оборудование если что можно потратить там для съемки и все остальное так что всем пока счастливо здоровья вам мирного неба над головой а мы будем взмогаться будем взмогаться